Здравствуйте, в эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях председатель Совета молодых врачей Рязанской области Евгений Лавренюк. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Я знаю, что вы еще и стоматолог, преподаете и работаете в этом направлении. С праздником вас, недавно у вас был День стоматологии. Расскажите, может быть, об инновациях каких-то. Вот действительно ли уже уходит в прошлое такая специальность, как зубной техник, в связи с тем, что появились новые машины, которые выпиливают импланты, коронки. Это так или все-таки люди нужны будут? Ну, действительно, существуют сейчас технологии, которые позволяют в одно посещение, без участия зубного техника, изготовить коронки. Это так называемые 3D-церк-системы, которые прямо на приеме по слепку вытачивают из специальной заготовки с помощью фрез специальных коронки. Но, на мой взгляд, зубной техник никогда не будет лишним, и никогда эта специальность не уйдет в небытие, потому что все равно процесс изготовления ортопедических конструкций, коронок, он всегда подразумевает некий художественный подход к этому. И участие человека, именно как творца зубного техника в данном случае, оно в любом случае будет для придания каких-то индивидуальных особенностей зубам, для нанесения глазури, для коррекции какого-то цвета, то, что машина может не увидеть и не сделать. И бывает, что очень интересная форма какая-то получается у пациента. И вот здесь участие зубного техника, оно все равно обязательно, и я думаю, что никогда, в общем-то, эта специальность не уйдет и будет востребована и далее. А какие-нибудь были уже специалисты, может быть, которые действительно уже не работают в сфере стоматологии, но раньше вот в них нуждалась медицина? Или, ну, что-то, может быть, заменило уже машину все-таки или нет? Ну, вообще сейчас тенденция идет такая в мире, и говорят, вот я был на форуме Территория Смыслов на Клязьме летом, и там выступал директор Центра изучения клеток, и вот сказал, что вопрос выращивания зуба из стволовых клеток – это вопрос буквально 10-15 лет уже. Да, то есть сейчас уже умеют выращивать кожу, некоторые другие там органы, но вот вопрос выращивания зуба именно из клеток стволовых, он вот где-то в промежутке 10-15 лет. Но классические методы стоматологии, они все равно никуда не уйдут, врача никто не заменит никогда, и я думаю, что в этом плане никаких изменений таких глобальных не будет. Единственное, что сейчас стоматология, конечно, приобретает немного другое направление, да, вектор развития стоматологии идет в профилактическую сторону, то есть все больше людей обращают внимание именно на состояние зубов, на свое стоматологическое здоровье, и вот это профилактическое направление – это такая важная ветка и тенденция. И вторая тенденция, главная, это эстетическая стоматология. То есть стоматология должна быть не только функциональной, нести функцию, но еще и быть красивой. Именно по поводу наркоза, действительно ли можно остаться у врача на несколько часов и выйти там с белоснежной улыбкой, или как? Может быть, наркоз, может быть, какие-то технологии дают такую возможность? Наркоз, конечно, сейчас в стоматологии широко применяется достаточно. Единственное, можно сказать, что в России, конечно, его использование намного меньше, чем в западных странах, в Соединенных Штатах Америки. Хотя сейчас и в этих странах, в развитых странах, они сейчас потихоньку отказываются от этого. Потому что дело в том, что наркоз, ведь никто не смотрит отдаленные перспективы, да, очень часто детей лечат под наркозом. А никто ведь не отслеживает потом, как они сдали ЕГЭ, как они успешно обучаются в высших учебных заведениях, да. Потому что, действительно, наркоз – это всё равно определённое воздействие на центральную нервную систему, и его эффекты негативные никто, в общем-то, так вот не изучал в далёкой перспективе. Но в целом, я могу сказать, что стоматология победила боль, это однозначно. В 21 веке стоматология боль победила. То есть большинство процедур, манипуляций у нас проходят совершенно без болезни для пациента. А действительно ли с помощью гипноза можно даже анестезию делать, да? Есть такие, да, методики. И прям вырвать зуб прям с корнем, да? Да, говорят, что да. И у нас в Рязанской области как раз вот есть специалисты, недавно совсем появились молодые ребята, они вот этим занимаются. И ну, посмотрим, что из этого получится. Но это было уже такое? Вы видели или слышали, что действительно удачно всё прошло? Ну, могу сказать, открыть секрет, что мы с ними планируем вот такой эксперимент, да. А вот когда вы обучаете молодое поколение, да, в университете, с помощью каких, может быть, новшеств вы это делаете? И где вообще всё это происходит? Ну, у нас в университете сейчас большое внимание уделяется именно доклинической подготовке, да. То есть старшие курсы, понятно, они ведут приём уже пациентов друг к другу, в медицинском университете, в Рязанском медицинском университете. А на доклиническом курсе, то есть это младший первый, второй, третий курс, мы обучаем их на фантомах, то есть на симуляторах. Полная имитация идёт стоматологической установки, оборудование, инструментария, материалов, искусственная челюсть, голова пациента и на ней идёт отработка основных практических навыков. Более того, вот два года назад у нас появились уникальные 3D-симуляторы, которые, ну, вот прям в очках, в 3D-режиме студенты имеют возможность препарировать зубы, пломбировать, выполнять некоторые там хирургические манипуляции и вот в таком формате тоже отрабатывать свои практические навыки. Евгений, вот когда вы учились, наверняка по другим методикам, сейчас можете оценить разницу, молодые люди немножко уже по-другому учатся, вот что они могут отработать, например, на этих симуляторах, что они могут вот именно отточить? Отработка мануальных навыков, которая очень важна для стоматологии, да, то есть работа мелкая моторика руками, это вот именно происходит на этих симуляторах. Здорово. Ещё хотелось немного поговорить о другой вашей деятельности, поскольку вы председатель Совета молодых врачей, опять же, наверное, молодёжь, которая сейчас углубляется в изучении медицины, вы как-то вот поддерживаете идеи, как-то продвигаете, как всё это выглядит и зачем весь этот совет создан и когда он был создан? Да, действительно, Совет молодых врачей, он был создан в год празднования Года молодёжи в 2009 году, и вот уже около 9 лет он существует. Ну, я могу сказать, что у нас несколько мероприятий основных в год проходит, и множество мероприятий, в которых мы участвуем, помимо тех, которые организуем сами, при поддержке Министерства здравоохранения или Министерства молодёжной политики Рязанской области. Но вот, на мой взгляд, один из самых моих любимых, по крайней мере, мероприятий, на мой взгляд, самых таких важных, это конкурс «Молодой врач года». То есть он у нас проходит всё время в мае, уже на протяжении 7 лет этот конкурс существует, и по различным направлениям выявляются лучшие специалисты путём отбора, тщательного отбора на заочном этапе, и потом на очном этапе перед уважаемым жюри и они представляют свою кандидатуру на звание лучшего врача года. Но вы побеждали в таком конкурсе, да? В своё время когда-то, да. Скажите, а на этот год ещё, может быть, есть какая-то идея, над чем вы сейчас работаете, что хотите улучшить, может быть, в сфере здравоохранения? Ну вот у нас в этом году есть идея, проект такой, мы хотим его запустить, в связи с теми случаями, которые сейчас происходят в средствах массовой информации, это широко освещается, да, нападение на врачей, падение престижа медицинского работника. Конечно, это неправильно и так быть не должно, на мой взгляд. Вот у нас есть идея запустить проект, на котором мы будем рассказывать о лучших представителях нашей специальности, об известных врачах Рязанской области, о врачах, которые чего-то достигли в науке, в практике, может быть, в общественной жизни. И вот такими лучшими примерами показывать действительно, создавать позитивный образ врача, говорить не только о каких-то тех моментах, которые любят показывать наши СМИ зачастую, но и о позитивных моментах, о том, что каждый врач, по сути, он ежедневно совершает подвиги на своем рабочем месте. Спасибо вам, желаю удачи во всех ваших начинаниях, всем вашим молодым врачам. Еще раз с праздником, с Днем стоматолога. Спасибо вам большое. До свидания, приходите к нам еще. До свидания. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.тв. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова